дорогие подписчики и гости нашего канала так как не существует на картах всего мира признанным каким-либо государством город или регион под названием арцах мы хотели вырезать из контента все эти слова арцах но в таком случае ролик получился бы непонятным арцахом армяне называют оккупированные армянами территории азербайджана азербайджан вернул все эти земли за 44 дней во первых я не услышал ни одного соболезнования ни одного сочувствия от тех наших людей которые сидят фейсбуке из арцах мало того мы вчера наблюдали сотни и сотни анкет которые издевались злорадствовали кричали опа гака опа гака дегонация так вам и надо и все в этом роде ну все наши подписчики это видели поэтому мне незачем рассказывать перечислять это хочу сказать что злорадство это очень плохо злорадство это знак в моем понимании это знак злорадство на дебилю парней и невинных парней которые ничего не сделали тем кто злорадствует мне непонятно потому что стреляют все эти девять месяцев не по правительству армении не по николу пашиняну стреляют по вашим парням стреляли по ним и во времена кочаряна и при во времена сержиса аксиана хочу напомнить тем людям которые злорадствовали из арцаха вчера и радовались гибели армянских парней хочу напомнить что во времена кочаряна и сержа когда у армении были якобы блестящие отношения с одакой б со странами снг почти каждый день снайперы азербайджанские убивали армянских солдат для тех дураков и идиотов которые злорадствуют вы наверное забыли да как каждый день на границах арцаха убивали армянских солдат разве вы забыли так если президент баку сакян кочарян серж саргсян если все они такие были крутые и правильно вели по политику чушь тогда каждый день убивали снайперы людей можете это объяснить нам объясните что мы знали а то вот говорите апогака апогака а тогда не было апога то есть что тогда был тоже а это первое второе на протяжении 30 лет стреляют по границам арцаха и как я уже сказал там часто убивали наших парней вы хоть раз видели чтобы кто-то в армении злорадствовал перестрелкам в арцахе вот я сейчас обращаюсь с тем кто вчера злорадствовал нашим подписчикам из карабаха вы когда-нибудь видели чтобы кто-то злорадствовал гибели армянских солдат и перестрелка в арцахе ведь такого никогда не было насколько я помню всегда жители армении переживали это с болью так что же с вами произошло чему вы радуетесь хорошо еще один такой вопрос когда начались перестрелки и война в арцахе и диаспора и армении и джавах с первого же дня сказали мы идем защищать арцах а вчера вместо того чтобы люди говорили мы соболезнуем мы сочувствуем и переживаем мы не услышали ни от одного человека кто сказал бы мы едем герарку ник помогать нашим братьям почему почему никто из вас не написал что мы одеваемся и идем помогать своим братьям впрочем стоит ли ждать этого от людей которые во время войны 44 дневные сами сбежали из своего региона я думаю что будет наивно ждать от этих людей таких поступков теперь по поводу армянских экспертов из россии которые дают оценку событиям в армении которые что-то советуют первое я сегодня уже написал статус что уважаемые подписчики не верьте не доверяйте ни одному армянину эксперту из россии ни одному вот там кто-то спрашивал а вот этому а вот этому я же написал ни одному ни одному то есть не к объясняю почему на ваш вопрос а вот этому или а там я смотрю некоторые эксперты позволяют в резких выражениях оскорбительным тоном говорить о премьер-министре скажите а какому эксперту вообще позволено тем более сидящему в диаспоре оскорблять премьер-министра армении то есть вы считаете что это высокий пилотаж эксперта или блогера оскорблять премьер-министра это первое во вторых эти эксперты об этом я много раз писал не хотят даже пять дней пожить в армении чтобы понять изнутри что творится в регионах в селах как вы можете сидя в армении слушать эксперта из россии армянина который ни одного дня не находится в армении чтобы понять что там происходит в селах или в регионах если самому эксперту армении не интересно как он может говорить о армии если сам эксперт брезгует неделю пожить в армении и узнать у людей ребята что вы думаете да потому что эксперт вот что я хочу сказать эксперт там аналитик я не знаю кто он не может говорить даже свои очень умные мысли под подобрать нужные мысли слова он не может говорить от своего имени потому что хозяином армении является его народ они армянский эксперт который живет в россии да это очень важно знать понять и учитывать дальше армянские эксперты из россии они что у них нет ни одной минуты сделать замечание в том числе нашим послан до которые я уже вчера писал о том что посольство армении в германии даже не написала о том что происходило на границе не написала об этом посольство армении в польше да это мертвое посольство у нас вот в польше есть плевательское отношение показала посольство армении в греции в россии абсолютно мертвое посольство да а почему армянские эксперты не говорят о мертвых депредставительствах это же послы которые были назначены при Зограбе на Цаканяне, при Ара и Вазяне. Это раз. Дальше. Армянские эксперты России, какие выводы сделали после войны за 9 месяцев? Ваши братья, ваши друзья, вот до войны мы понимали, да, что мы это все делали. После войны ваши друзья, ваши родственники экспертов не вылазивают из азербайджанских банкетных комплексов. Вы считаете, что кто? Пашиням в этом миновато? Или правительство, что армяне поддерживают обеими руками и хамалиевы, и азербайджанские войска? Вот буквально несколько дней тому назад армянин сделал своему сыну свадьбу и оставил почти 10 миллионов в азербайджанском банкетном комплексе. Те, кто не живут в России, скажу, что в Москве самые дорогие комплексы азербайджанские, в этом году практически все даты в Соколиной охоте, в Наполеоне, в Золотой роще, да, в Парадайсе заняли именно богатые армяне. Такое впечатление, что какой-то вал армян, да, и они максимально хотят помочь азербайджанцам, поэтому они бронируют эти залы. Там, соответственно, поют, кстати, арцарские певцы, которые стали звездами при Бако-Саакяне. Они же и хают Пашиняна, они же и поют в азербайджанских банкетных комплексах после войны. Там же работает и продюсер София Гульян со своими певцами в азербайджанских банкетных комплексах, в тех комплексах, где работают азербайджанцы, которые 9 месяцев тому назад заняли часть Арцахы. Об этом почему-то карабахские певцы и продюсеры не задумываются, когда пьют азербайджанский морс и уплетают за обе щеки азербайджанские оливье в азербайджанских банкетных комплексах. Я думаю, что армянским экспертам, которые выступают на Первом канале, которые обращаются со словами «братья» и «сестры», нужно обратиться к братьям и «сестрам» в Армении и объяснить, как так получается, что ребята стоят на границах Армении, а все армяне практически России развлекаются в азербайджанских банкетных комплексах. Армянские эксперты что думают о ресторанах, где ночью приезжают азербайджанцы искать секс-развлечения, и там очень много всяких девушек, и нужно понять, есть ли там девушки, которые не должны быть. Вы как считаете, господа армянские эксперты? Я сейчас могу продолжать бесконечно. Вообще армянские эксперты как считают? Когда ты в азербайджанском банкетном комплексе танцуешь, и азербайджанские официанты и менеджеры издеваются над вашими женами, подкалывают, пишут на бумаге, телефон им подсовывают. Вы армянские эксперты как считаете? Это высокое проявление с нашей стороны патриотизма, а вот сами армянские эксперты что думают о армянской диаспоре, о армянских организациях России, которые все друг с другом ненавидят и нет ни одного авторитета? Мы так разговариваем, как будто все дураки. Нет, все не дураки. Все не дураки, да, как вам кажется. Поэтому давайте быть честными, не лукавить. И заканчиваем мое видео тем, чем я и начал. Приезжайте в Армению, ничего не бойтесь, ничего. Потому что сейчас наш народ настолько сильно изменился, что чем больше пытаются его обстреливать, убивать, тем больше он открывает свои глаза и понимает, что происходило. Я хочу напомнить, что во время 44-гневной войны большая часть наших парней не могла выстрелить из автоматов, потому что они были сломаны, многие гранатометы были бракованы, многие орудия были бракованы, куплены при Серже и Кочаряне, кстати, у СРАН, у ДАКБ, да. Вот пусть никто из армян никогда здесь не пишет, что Армении кто-то что-то давал бесплатно. Армении давали только бракованное оружие, чтобы армянские ребята во время 44-гневной войны погибали. И наши союзники продавали нам бракованное оружие, чтобы наши дети разрывались на куски и не могли воевать. Поэтому не смейте нигде писать, что Армении кто-то давал какое-то бесплатное оружие. И еще, кстати, маленькая заметка. Сегодня министр иностранных дел Арцаха, будем так говорить, также он официально называется, Давид Бабаян, написал, что Франция от Арцаха далеко. Господин Давид Бабаян, а вот Арцах от Армении очень близко. И Армения очень много сделала для Арцахцев и Арцаха, отдав своих детей, свою ДУ, свои деньги. Арцах ближе, чем Франция. И Арцах, а вы сейчас министр иностранных дел, ранее вы были пресс-секретарем, мне вам рассказывать, Арцахцы не сэкономили каждый доллар, каждый драм, не вложили эти деньги в оружие, чтобы мы не оказались в том состоянии, в котором мы сегодня оказались. Вы, господин Давид Бабаян, вы не согласны, что Арцах ближе, чем Франция? Что же Арцах не оценил всего того, что сделала Армения для арцахского правительства, для арцахских властей? Сделал фонд Аястан деньгами нашей диаспоры. Я думаю, что господину Давиду Бабаяну нужно делать другие жесткие заявления. Например, мне бы очень понравилось бы, если бы министр иностранных дел Арцаха сделал бы заявление, что все карабахцы, которые построили себе дворцы в Степанакерте, должны эти дома отдать семьям погибших. Например, Давид Бабаян может сделать громкое заявление, что жители Гадрута остались без своих домов, потому что часть жителей Степанакерта построили себе дворцы за счет воровства из армии. И господину Давиду Бабаяну это известно, как мы и хлеб воровали. Было бы очень хорошо, если бы Давид Бабаян сделал громкое заявление, что все дети богатых арцахцев и чиновников арцахцев должны пойти в Геваркуник, чтобы там не погибали парни из Чинчина. Знаете, да, там погиб единственный выпускник из села Чинчин. Вот господин Давид Бабаян, вы не считаете, что наступил момент впервые за 32 года, когда дети Аршавира Гарамяна, арцахских генералов могли бы все-таки встать на границы? Или вы считаете, что ваши дети особые какие-то, привилегированные? Вы сами знаем, да, что ни один ребенок чиновника и богача арцахского, даже волос один с головы не упал. При этом эти дети и их папы сидят, что-то там хаят и говорят про Армению. Вот такой репортаж. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.